Салют! Сегодня в программе новости науки с Ралиной Киряевой, робот-пчела и биочип-ущейка. Подробности далее. Итак, в мире. Роботы-техники из Гарвардского университета усовершенствовали собственную модель крошечного беспилотника под названием RoboBee и научили его в свободное от полета время прикрепляться к потолку или нижней стороне листьев для экономии заряда. Если во время полета подать слабый зарядный электрод, устройство может прилипнуть практически к любой поверхности от оконного стекла до листа на дереве. А чтобы отсоединиться, требуется просто выключить питание. По мнению авторов работы, миниатюрные роботы-пчелы могут быть использованы для поисково-спасательных работ, съемки местности, наблюдения и проведения исследований в опасных условиях. А в России биоинженеры из московского Фистеха и ряда других научных учреждений России создали особые гелевые биочипы, которые могут выявлять развитие рака прямой кишки на самых ранних стадиях его развития, что должно помочь снизить смертность от этой формы злокачественных опухолей. Разработанный в Институте молекулярной биологии РАН метод является чрезвычайно перспективным для помощи в диагностике заболеваний ЖКТ. Ученые надеются, что в скором времени созданный на основе этого метода тест-системы появится в клинических лабораториях нашей страны. И напоследок в Татарстане. Работа студентов Казанского государственного архитектурно-строительного университета Анастасии Зиновьевой и Луизы Каримовой стала победителем конкурса на разработку эскизного проекта благоустройства площади ДК «Энергетик» и бульвара Победы в городе Зайнске. Участникам конкурса предлагалось создать своего рода центр притяжения горожан и гостей города для проведения мероприятий, организаций комфортным и интересным отдыхом. Студентки КГСУ предложили изменить транспортную схему, создать велосипедный маршрут, организовать вечный огонь, а также разместить скульптуру влюбленных, торговый павильон со смотровой площадкой на крыше, фонтаны, тихие зоны, спортивные зоны, световые инсталляции и Wi-Fi-зону. А на этом все. Продолжение следует...